Фестиваль «Читающий бульвар» – своего рода одна из визитных карточек нашего города. Он привлекает большое внимание брещан всех возрастов. В этом году, кстати, он сменил статус и стал республиканским. Цель нашего «Читающего бульвара» – это продвижение книги и чтения. Вот уже несколько лет подряд он проходит в рамках празднования Международного дня защиты детей. Но в этом году он еще и посвящен Году мира и созидания. У нас название «Читающего бульвара» – «Подороже Василины по Беларуси». К нам приехали лучшие детские авторы со всех регионов нашей республики. И в этом году наш фестиваль приобрел республиканский формат. С новинками литературной брещины знакомили члены Брестского отделения Союза писателей Беларуси. Гости праздника смогли пообщаться с авторами из Минска, Гродно, Витебска. Я бачу значение книги выключенное и особливо сегодня. И наша задача письменников, работников, журналистов, библиотек, педагогов, батьков усих, як мага больше долучать детей до читания минавито книги. Потому что книга – это синтез мастатствов. Ей не заменить никакие инши мосьбиты информации. Книга, она мудрая, она пригожая, она колеровая. Она убирает в себе энергетику многих. Дети вельми открыты, их немогчима подмануть. И немогчима им не так слушать. И они саправды отчуваются все своим сердцем, своей душой. И коли они бачут, что автор да их так само с открытым сердцем, коли они это отчуваются, так само, конечно, они тягнутся до этих книг. И наши книги присвечены, конечно, нашей родной Беларуси, нашей спадшей небогатой. И нам вельми приемно, что дети про книгу растут, растут духовно. Волшебный мир пригласила ребят современная сказочница Екатерина Ходосевич-Лисовая. Вместе с ней участие в автограф-сессии приняли и главные герои произведений. Мне подается, что сама я так и не покидаю страну, краину Дятинства. Могчим, у меня есть некие ключики, которые меня не просили сдать. Я часто-часу просто могу вертаться туда. И со мной пожить дети просто зауседы. Начинаю от того, что у меня есть молодшая сестра, потом взялись племенники, потом народился свой сын. Працу я в школе с молодшими школьниками основными, с детьми, розных взрослых. Поэтому, коли я уже с детьми пожить, то, конечно, сказка это самое мое и самое любимое. А главное, что я сама верю в сказки. Сюжеты. Приходят некие творы нечеканно. Ты не думаешь про что мне написать и выбираешь. Такое отшивание, что каску выбираю меня, а не я каску. Для ребят организовали большую интерактивную площадку. Можно принимать участие в мастер-классах. Можно пробовать прочесть стихи перевертыши. Ход по крышке клетки ходит. Я тоскую здесь один. С Василисы глаз мне сводит. Эй, соседка, выходи. А можно нарисовать своего любимого персонажа, либо историю. По морям и океанам судно водят капитаны. Их большие корабли плавают на крае земли. Не страшны ни шторм, ни мери. Все преграды одарели. Поздрав срею и сильным стаймом, буду тоже капитаном. Рисую картину рассказа Богдановича. Комарок-носотварок и мушка-зеленушка. Настоящие детективы, где главные герои – мурлыкающие коты. В программе презентация книги Михаила Туруновского, комиссар Катан и инспектор Бакс. Пять глав увлекательной детективной историей. Изюминкой этого произведения стало и то, что иллюстраторами книги стали ученики детской школы изобразительных искусств имени Алонцева. Это, можно сказать, народный уникальный проект. Задумка была первоначально Кульши, Павла Александровича, нового директора нашей школы, который является также известным иллюстратором. Его книги за рубежом даже иллюстрируются. Мы попробовали вот такой эксперимент дать детям. Работа шла, наверное, где-то полгода. На наш взгляд получилось практически все, что мы задумывали, по крайней мере, для первого этапа. Этого вполне достаточно. Дети трудились с отдачей, с душой трудились. И многие иллюстрации вышли сразу просто на уровень иллюстрации профессиональных. Это был очень интересный проект для детей, для всех нас, потому что это была первая работа с иллюстрациями, с заказчиком. И это действительно большой опыт для всех нас, потому что мы вот уже умеем работать, вот маленькие такие иллюстраторы мы теперь. И это дает действительно большой опыт нам всем. Кульминацией фестиваля стало награждение победителей конкурса «Необычные книги». Их можно будет увидеть в экспозиции городской детской библиотеки имени Пушкина.